Какая публика посещает бои ММА и что общего может быть с бодибилдингом? Я уважаю людей, у которых есть цели. Зачем бодибилдеры ходят на бои и что судьи АФББ делают в бойцовской тусовке? А также фотомодели тоже дерутся. Иногда в шутку. Катя, давай! А иногда и всерьез. Поняла? Выйди сюда на камеру, выйди, красотка! Выйди сюда! Случайное мероприятие с неслучайными выводами. В общем-то, никаких боев ММА мы снимать не планировали. В одном из ночных клубов Москвы, где и проходили поединки, оказались, в общем-то, случайно. Это было в тот же вечер, что и московский кастинг проекта «Ты в теме генетика». С Артемом Гвозденко, маркетологом компании Гион, мы договорились записать интервью на тему допинг-контроля на проекте. Но на площадке «Ты в теме» Артема мы упустили, и в итоге пришлось ехать за ним на другое мероприятие, которое, впрочем, тоже оказалось по-своему интересным. Но как минимум мы узнали, зачем судья IFBB ходит на бойцовские турниры, и какие интересы у компании Гион в этой сфере. Сегодня будут профессиональные бои. Это будет, как бы, ну, не любительский уровень, это уже профессиональные. Честно говоря, кроме того, что клуб «Ахмат» занимает примерно четвертую строчку на, скажем так, рынке ММА, после «Беркута», «Файтнайт» и «М1», а также где-то прочитаны новости о том, что этот клуб не так давно подписал к себе брата Федора и Емельяненко, Александра, о боях мы, ну, практически ничего не знаем. Поэтому, оказавшись в среде, решили не заморачиваться, а просто сравнить атмосферу турнира по бодибилдингу с бойцовским батлом. Публика на боях, пусть и не самых рейтинговых, куда более пафосная, чем на тусовках бодибилдеров. Поэтому увидеть судью IFBB Артема Гвозденко, чемпионку по фитнесу Людмилу Никитину и еще несколько спортсменов из команды Гион было пусть и удивительно, но приятно. Впрочем, как оказалось, их присутствие здесь не случайно. Компания Гион – один из партнеров этого турнира. Логотип в октагоне тому подтверждение. По словам Артема Гвозденко, маркетолога Гион, аудиторию смешанных единоборств они всерьез рассматривают как своих потенциальных клиентов. Бойцы тоже употребляют спортивное питание, и в линейке Гион есть продукты, которые здесь востребованы. В частности, это как минимум предтренировочные комплексы, а также в определенной степени протеиновые батончики. Что же касается зрителей, то среди них оказалось много представителей не только южных национальностей, но и всевозможных героев в фэшн-тусовке. В частности, это фотомодели и журналисты. Немало было и тех, кто подходил со словами «Нас лучше не снимать». Предупреждения звучали убедительно, поэтому рисковать мы не стали. Но несколько вопросов посетителям все же удалось задать. К примеру, со спортсменкой, фотомоделью, редактором «Спортлайк Блокт Мэгазин» поговорили о фитнесе и ее отношении к бодибилдингу. С точки зрения человека, я уважаю людей, у которых есть цели, стремления. Они ставят перед собой цель, добиваются ее, выходят красивые. Но с точки зрения эстетики и красоты, я бы не сказала, что это очень красиво. Но красота у каждого своя. И поэтому судить это, если мне это не нравится, я этим не занимаюсь. А если им нравится, если популярность, я так понимаю, этого вида спорта растет, и соревнований огромное количество. Да, сказать, что у тех, кто посещает бои, много общих интересов с представителями фитнес-билдерской тусовки, наверное, нельзя. Впрочем, кое-что, способное объединить, мы все-таки нашли. Пользуясь случаем от компании Геон, это лидер рынка отечественного производства. Кстати, объединить аудитории бодибилдинга и смешанных единоборств, наверное, могли бы какие-то общие мероприятия. Возможно, ошибаемся, но на нашей памяти ничего такого прежде не было. Впрочем, совсем скоро в Красноярске в рамках Siberian Power Show вместе с турниром по бодибилдингу пройдут и бои ММА. Да и вообще, судя по анонсам, это мероприятие на несколько дней явно сместит как спортивную, так и медиа-активность из столицы в далекую Сибирь. И «Железный мир», конечно же, постарается рассказать о самых интересных моментах этого шоу. Siberian Power Show 2017 Еще одно важное отличие ММА в сравнении с бодибилдингом в том, что бои – это реально зрелищное шоу, и отсюда больше зрительский интерес. Впрочем, в бодибилдинге многие организаторы тоже работают в этом направлении. Хороший пример – предстоящий турнир в Сочи. Среди приглашенных немало звезд, в том числе и звезда мирового ММА Хабиб Нурмагомедов. И один из самых популярных бойцов UFC – Хабиб Нурмагомедов. Сочи Дэвид Кап. Но вернемся в Москву. Еще одна посетительница турнира, с которой удалось пообщаться – Екатерина Ревякина. Тоже оказалась фотомоделью, да еще и победительницей конкурса «Мисс Ворд Бьюти» 2015 года. Я присутствую на всех боях клуба «Ахмат», как в Грозном, так и был бой здесь в Москве недавно. И поэтому я смотрю бои как большого уровня, так и такого маленького, развивающегося уровня. Как оказалось, девушка любит не только посмотреть, но и сама активно занимается. Когда борются, бьются ребята, это понятно, но когда вот девочки на ринге, вот твое отношение, именно твое отношение к женскому бою, именно к женской дисциплине, как в бою без правил? Я сама занимаюсь гитбоксингом. Предупреждать надо, а то я с вами так, я на дистанции буду. Вот, поэтому я ни разу не стояла в спарринге, только с молодым человеком стояла, а с девочкой ни разу. То есть я просто чисто с тренером занимаюсь. Мне это нравится, это мое. Серьезно? Да. Я еще КМС по баскетболу и баскетбоксинг, в общем, все вместе. Хорошо, вот он приводит девочку из другого клуба и на полном серьезе говорит, давай, сегодня у тебя вот такой будет бой, пойдешь? Если бы она увела моего парня, пошла бы. Что ж, судя по этой новости на Live News, кровь у Екатерины весьма горячая. В 2016 на конкурсе Мисс Москва она уже показала одной из девушек, что шутить не любит. Впрочем, наш Юрий Голубев, хоть и в шутку, но все же решил провести с девушкой небольшой спарринг. Давай, скорую, скорую. Пользуясь случаем, вот у нас есть такая фирма, которая называется Геон, это лидер питания, производства питания именно российского, высококачественного, который помогает восстановить силы. Кстати, надо отметить, что интерес к продукции Геон у посетителей хоть и возник совершенно спонтанно, но был столь активным, что Артему Гвозденко пришлось лично рассказывать о том, что к чему и почему. Что же касается самих боев, то здесь приключился небольшой форс-мажор. Только мы собрались на ринг, и за кулисы оказалось, дальнейшие соревнования отменены. По слухам от участников, организаторы в чем-то не сошлись с владельцами площадки. Причин никто никому не объяснял, все просто разошлись. Справедливости ради надо заметить, что на мероприятиях по бодибилдингу такого не припомним. Но все-таки в ММА крутятся куда большие деньги, отсюда и непредсказуемость. На этом, пожалуй, все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а на нашем канале в ближайшее время смотрите авторский взгляд на турнир Дудушкин в Фитнес Фэмили. В этом материале, кроме всего прочего, мы слегка проанализируем, как это событие осветили другие фитнес-каналы. И, возможно, кого-то даже слегка покритикуем. Субтитры создавал DimaTorzok